Друзья, всем привет! Наконец и владелицы смартфонов Poco могут обрадоваться. Выходит новая версия Poco лаунчера, которая была вытащена из HyperOS. Да, новая прошивка доступна сейчас только на Poco F5, но там как бы то было что посмотреть, было что вытащить. Ну и как раз новый лаунчер, он улучшает работу устройства, добавляются новые фишки. Ну и конечно есть определенные проблемы, но все это дело мы рассмотрим в этом видео. И поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, подопытным у нас выступает Poco X3 Pro под управлением самой последней MIUI 14, которая на него доступна. Что получается собой представляет новый рабочий стол? Это все тот же Poco лаунчер, к сожалению ничего не меняется на MIUI лаунчер, но я считаю, что то обновление, которое стало доступно, оно действительно стоит вашего внимания. Как вы можете заметить, у меня по умолчанию доступна и скорость анимации, и рабочий стол. И это, кстати говоря, есть первая ключевая фишка нового обновления. Именно то, что у нас добавляется второй вариант отображения рабочего стола, то есть классический. Как это реализовано в MIUI лаунчере, ну или уже в хайпер лаунчере. То есть имеется ввиду, когда у вас все ярлыки находятся на экране вашего смартфона. То есть вы меню там не вызываете никакое, как это было до этого, а все находится вот на рабочем столе в одном месте. Это первая ключевая особенность. Вторая история, которая касается у нас изменений, это то, что появляется опция не показывать текст. То есть если раньше, к примеру, мы там должны были через setedit прописывать команды, там значения и тому подобное, то разработчики нас избавляют от этого геморроя и добавляют данную опцию. И вы могли только что заметить, что у меня на рабочем столе подписи иконок скрыты. Ну и выглядит это действительно очень так интересно. Следующая история, которая тоже у нас проявляется, это появление сетки рабочего стола 4х7. Но она проявляется, когда мы с вами убираем текст. Если мы его не убираем, то соответственно 4х7 у нас не появляется. По способу навигации и прочему, тут без всяких изменений. Расположение объектов в недавних тоже остается по старому. И кому интересно, вот получается версия этого самого Пока Лаунчера. Она от 10-го, 11-го. Конечно, самое главное и, наверное, самое долгожданное изменение в Пока Лаунчере, это добавление супер папок. Что имеется в виду, допустим, вот у нас обычная папка, плюс еще размытие добавляется в ней. Мы выполняем на ней удержание и дальше выбираем изменить папку. И дальше нам становятся доступны 3 формата отображения папок. Обычный, увеличенный и XXL. То есть нам добавляют то, что есть на сейчас уже в MIUI Лаунчере, ну или же в HyperOS Лаунчере. Да, тут, конечно, немножечко отображение на X3 Pro работает не совсем корректно. Если брать, к примеру, тот же F5 и F5 Pro, там все красиво в ряд у нас находится. Но сами папки будут иметь у нас следующий характер. В целом выглядит неплохо. Я еще думаю, что в будущем это допилят. Ну и, конечно же, присутствует характерная анимация, когда мы заходим в папку. То есть она не совсем топорная, не совсем виснет. Ну и, одним словом, очень теперь удобно стало пользоваться аппаратом. Так что вот такими действиями, как я вам показал, выполняйте удержание на папку, изменить ее, выбирайте стиль и радуйтесь. Вот так вот можно поменять или же добавить этот новый стиль папок. Да, казалось бы, это и все, что можно было бы тут отметить. Но еще есть некоторые моменты. Во-первых, момент, который связан у нас с проблемой вылета рабочего стола. Если мы выходим жестом назад, то вы могли заметить, что рабочий стол перезагружается. Или же иногда может встречаться ошибка вылета этого приложения. Какое решение от меня я вам могу предложить? Просто выходить с помощью полоски на экран блокировки, на рабочий стол и тому подобное. Пока что да, такое решение проблемы. И она схожа с тем, что было в HyperOS лаунчере, который на смартфоны Xiaomi и Redmi у нас идет. Но, опять же, когда это исправится, информации нет. И пока что довольствуемся тем, что есть. Протестировал я всю эту историю на X3 Pro, на F5 Pro. Работает все так же, что я вам и рассказал. Еще из такого, что может вас расстроить, это отсутствие, как вы могли заметить, опции под названием размер значков. То есть в рабочем столе мы этой темы тут не находим. Ну, а, конечно же, есть решение этой проблеме. Вы качаете Activity Launcher, который можете там найти в PlayMarket у нас в Telegram канале. И дальше вы ждете, пока у вас вся эта история прогрузится. После чего вверху нажимаете на поиск и пишете, к примеру, icon. И можете дальше просто опуститься вниз до раздела под названием Poco Launcher. И вам потребуется вот этот пункт. ComMIUI Home Settings Icon Customize. Дальше вы на нее нажимаете на эту опцию. И вуаля, вы можете редактировать размер значков. Также еще и цвет фона мы можем с вами изменять. Но забегая, на первое, хочу вам сказать, что, получается, не изменилось у нас в этом вопросе ничего. Имеется в виду, что стоковые приложения MIUI, ну или же HyperOS, они окрашиваться не будут. То есть только сторонние приложения, там Google приложения и те, которые именно поддерживают эту самую окраску значков. Вот, кстати, вы сейчас можете заметить, что эта ошибка будет вылетать. Но опять же, друзья, что есть, тем довольствуемся и ожидаем в будущем новых фиксов данной проблемы. Могу сказать, что я лично, как владелец смартфона Poco, доволен тем, что вот вышло. Доволен тем, что появились новые фишки, новые опции. Там еще говорили, что добавляется новое меню для виджетов, ну, которое у нас должно появиться. Но, как вы можете заметить, этого на международной прошивке с индексом MI, на европейской прошивке с индексом EU не будет. Где-нибудь там на индонезийской, понятное дело, это все будет. Но здесь, как вы можете заметить, данной фичи не наблюдается. Потому, если ваше устройство Poco давно не обновлялось, вы хотите улучшить жесты, хотите улучшить оптимизацию быстродействия и получить новые фишки, то новая версия рабочего стола Poco лаунчера как раз для вас. Ну, а если я о чем-то забыл упомянуть или остались вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.